Ну, начать я, конечно, хочу с того, что, со слов, что дисциплина, ради которой, собственно, все это создавалось, это анатомия животных, является одной из фундаментальных дисциплин, которые изучают нас ветеринарные врачи и зоотехники. Безусловно, то, как мы их научим, чему мы их научим, какую базу мы для них создадим, в будущем на это будут накладываться уже и физиологические, и патологические процессы. Соответственно, от этого будет зависеть, насколько он будет грамотным специалистом. На сегодняшний день, конечно, студенты попадаются очень разные. Есть студенты, которые тщательно пытаются изучать те учебники по анатомии, которые у нас есть. Их на самом деле очень много, различного рода научно-методических разработок по анатомии. Но, к сожалению, двухмерная система изображения, она не позволяет увидеть орган, покрутить его, скажем так, со всех сторон. Посмотреть на органы его взаимосвязи друг с другом, посмотреть на то, как к какому органу подходит сосуд, какой стороной там, допустим, даже печень смотрит на диафрагму, как она к ней прикрепляется, как подходят нервные сосуды и так далее. Те студенты, которые, в принципе, стараются, занимаются, учатся кропотливо, ну, более-менее что-то вот получается у них. А те, которые несколько так с линцой, конечно, в конечном итоге они вообще перестают учить. И для нас вот выходом из данной ситуации является препарирование животных на трупном материале. Этим мы занимались, в общем-то, несколько лет, и у нас есть определенная база внутренних органов. Но, опять-таки, мы не можем, к сожалению, на сегодняшний момент обеспечить трупным материалом всех студентов. Во-первых, сейчас мы столкнулись с большими проблемами вот с законодательными органами, так как сейчас все это должно быть юридически оформлено. И вы понимаете, что не очень просто добыть труп здоровой коровы для того, чтобы его препарировать. И, безусловно, если одна группа ребят поработала на этом трупе, то уже другая группа ребят отпрепарировать не сможет, потому что все уже, в общем-то, разобрано. Ну и не говоря уже тоже о мелких животных, я уж параллельно скажу, потому что, ну, никто здоровых животных не усыпляет, а препарировать заведомо больных, это тоже не совсем корректно. Собственно, вот эти вот проблемы, наверное, и привели к тому, что наше руководство, как вот сказал Алексей Васильевич, было принято решение совместно с Самарским государственным медицинским университетом разработать анатомический 3D-атлас крупного рогатого скота. На этом животном остановились, ну, в силу того, что это животное продуктивное, и изучалась, естественно, информация и мировая, и наша отечественная, ничего подобного мы нигде не увидели, поэтому вот остановились на крупном рогатом скоте. Целью разработки было разработать и внедрить в наш образовательный процесс 3D-атлас крупного рогатого скота, и для этого мы поставили следующие задачи, которые планомерно решались. Ну, во-первых, необходимо было выбрать комплекс программных средств для моделирования учебно-практического процесса, подготовить исходный материал по один из систем органов крупного рогатого скота, разработать интерфейс и провести сканирование костей скелета на 3D-сканере с последующей обработкой на программах, подготовить текстуры разных органов методом биофиксации биоматериалов, преобразовать анатомические препараты после сканирования в цифровую форму, смоделировать точное расположение кровеносных сосудов, нервов, взаимосвязи со структурами различных органов и областях тела животного, смоделировать патологические процессы, но, правда, вот на сегодняшний день это у нас дальнейшая работа как раз, но и написать код для функционала и создать цифровой программный продукт 3D-аткласса на электронном носителе. Для того, чтобы выполнить вот эти все задачи, мы провели большую работу совместно с нашими коллегами-партнерами с Медуниверситета, было выполнено анатомическое препарирование, проведена морфометрия, то есть все измерили, которая включала в себя позиционные данные всех анатомических структур организма коровы, черно-пестрой породы в норме. Затем были созданы карты текстур, эластических свойств ткани органов, далее проведен клиническо-диагностический анализ результатов ультразвукового исследования, сейчас он пока еще у нас не включен, это опять-таки мы планируем в будущем. Компьютерная томография, ну, начиналось все со скелета, мы отпрепарировали корову силами наших студентов, нашего вуза, изготовили целиком скелет, который потом транспортировался в Государственный медицинский университет, там он был пропущен через сканер, простите, через томограф, затем через специальную систему передачи и архивирования, конвертировали данные в полигональную модель уже, и, собственно, была создана голова вначале с мышечной системой, костной системой мышечный, связочный аппарат, он был представлен у нас в 2017 году на золотой осени, затем работа продолжилась, работа продолжилась, но мы готовили препараты внутренних органов, которые тоже, в общем-то, сканировались, пропускались через МРТ. В результате вот у нас получилась такая высоко реалистичная модель крупного рогатого скота, мы ее протестировали на студентах, естественно, показали, попытались работать, вот сейчас уже потихонечку мы ее вводим в учебный процесс, по крайней мере, работаем на ней с ребятами-первокурсниками, сейчас мы проходим как раз мышечную систему, я просто посмотрела даже на их мнение, на их реакцию, насколько им понравилось, это очень замечательно, потому что каждый студент может посмотреть и послойно посмотреть просто все животное, отделить определенную кость, мышцу, детально посмотреть на нее, здесь вот посмотрите, сейчас тоже очень хороший интерфейс, то есть нажимается на любую косточку, дается ее русское, латинское название, причем посмотрите, название костей тоже могут убираться в сторонку, чтобы не мешать животное, может приближаться любой объект буквально, поворачиваться в разные стороны, можно выделять отдельный орган, поворачивать его, смотреть со всех сторон, накладывать на него другие органы, посмотреть как к нему подходит кровеносный сосуд, вот здесь пока начала презентация сначала, здесь представлена вот первая система, это кожный покров, в данном случае, видите, можно просмотреть, как построено изнутри вымя, посмотреть, под кожей находятся фасции, что тоже очень сложно, даже на трубе вот посмотреть, мышечный покров сняли, кости убрали, здесь остались просто интегрирующие системы, нервные, кровеносные, вот и осталась буквально одна слюнная железа. Затем поворачивается, изучается, студенты были в общем-то в восторге, мы в планах у нас есть установить в корпусе анатомическом, чтобы студенты могли после занятий приходить и самостоятельно изучать. Пока еще, конечно, в планах, но я думаю, что все осуществимо, наложить на 3D-атлас и физиологические процессы, патологические патонатомию, то есть вот как раз провести УЗИ-сканирование, компьютерную томографию, магниторезонансную томографию органов при патологии и тоже сюда наложить. Кроме того, в будущем, я думаю, для преподавателя, для нас тоже очень удобно будет в такой режим, в общем, установить проверки знаний для того, чтобы можно было составить тесты, сюда их ввести и тестировать студентов для проверки качества полученных знаний. Но нам, преподавателям анатомии, это очень удобно, комфортно, безусловно, вы понимаете, что каждый раз животное разбирается и собирается по-новому, делать это можно бесчисленное количество раз. Вот посмотрите, поворачивайте, смотреть со всех сторон во взаимосвязи органов друг с другом. И я думаю, что вот такой 3D-атлас, он в будущем позволит перевести анатомические дисциплины в новое русло, потому что поможет студентам лучше представлять сложную, пространственно-временную организацию систем органов, их гетерогенность, их индивидуальность, их подвижность практически всех уровней живого организма. Он допускает различного рода, видите, манипуляции с визуальным животным в пространстве, во времени, становится разумной альтернативой традиционному препарированию. Ну и точность строения коровы, структурированность огромного массива анатомической информации, ее хранение, быстрый поиск, и в дальнейшем, конечно, и патологические образцы тоже, они дадут возможность, вернее, делают наш атлас уникальным, и на самом деле подобного аналога нет пока в мире, чем мы очень горды. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ